Сегодня по всей стране звонили колокола в честь празднования Дня Крещения Руси, как бы созывая всю Русь на молитву. Верующие в этот день чтут память святого равнопостольного князя Владимира, который в 988 году, согласно преданию, окрестил киевлян в водах Днепра. Считается, что именно с того дня на русских землях вместо язычества стала распространяться «Новая религия из Византии». Сегодня читали Евангелие, где сказано о том, что Христос призывает овец своих, и к нему те, кто слышат его голос, его овцы, идут к нему, и он есть дверь в Царствие Небесное. Вот поэтому христианство – это дверь в Царствие Небесное. Каждый христианин должен стараться эту дверь найти. Божественную литургию возглавил клирик Георгиевского храма Олег Асачий. Яна пришла в храм со своей маленькой дочкой Машей. 28 июля – день рождения Яниной мамы. Поэтому для их семьи сегодня двойной праздник. Для каждого православного человека это очень важный праздник, потому что именно в этот день нашего государства, Руси, коснулось православия. Именно вот та вера, которая истинно, как говорится, правит и славит Бога правильно, если дословно говорить. С каждым годом этот праздник становится все более известным в нашей стране. Проходят массовые культурные, благотворительные, просветительские мероприятия. Их основная цель – укрепить в общественном сознании представление о Крещении Руси как об исторической дате жизни славянских народов. Особый этот день не только для людей воцерковленных. Замечательно, что эта памятная дата значится и в государственном календаре как День Крещения Руси. Таким образом, вместе радость этого праздника разделяют и все те, кто неравнодушен к славянской истории и культуре. Наталья Буслаева, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.